Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу, почему у нас в Украине с 2021 года вырастет налог на недвижимость. Я уже снимал видео на своем канале про налог на недвижимость или как его еще называют на лишние квадратные метры. Суть в том, что если у вас квартира больше 60 квадратных метров, а дом больше 120 квадратных метров, то вы должны платить налог за каждый лишний квадратный метр. А если у вас имеется и дом и квартира, то суммарный лимит составит 180 квадратных метров. Все, что свыше, платится налог. Ссылка на этот ролик появится вот здесь. Кто не видел, сможете перейти посмотреть. С чем же связан такой рост налога на недвижимость именно в 2021 году? Друзья, все просто и неминуемо произойдет, так как связано это с повышением минимальной заработной платы, о чем Зеленским был подан в парламент законопроект соответствующий номер 3963. В частности, этим документом предусматривается рост минималки до 6000 гривен с 1 января 2021 года, а с 1 июля 2021 года до 6500 гривен. То есть поднимут приблизительно на 1500 гривен. И напомню, если вам от налоговой ничего не приходили, никакие квитанции, уведомления об оплате такого налога, то самостоятельно приходить в налоговую и платить не нужно. Вроде бы все классно в нашей стране. Минимальная заработная плата растет, но не все понимают, что такой налог, он платится в процентном отношении. От минималки, естественно. И на сегодняшний день максимальная сумма составит 70 гривен. Это приблизительно 1% от минимальной заработной платы. А уже с 2021 года это уже будет 90 гривен с каждого квадратного метра. Еще раз повторюсь, друзья, для очень ответственных людей, которые стараются все делать по закону, даже живя у нас в Украине, и эти законы написаны ногами. Но все же повторюсь, платить нужно только в том случае, если вам с налоговой на адрес вашей Укрпочты, там где вы зарегистрированы или проживаете, пришло письмо, уведомление, вы должны оплатить такой налог в течение 60 дней. Друзья, лично мне не приходили такие уведомления от налоговой. А если вдруг среди моих зрителей есть такие люди, которым пришли они, обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, будет интересно почитать. С вами был адвокат Дмитрий Соловьев. Если вам нужны мои юридические услуги, обращайтесь ко мне. Мой сайт указан в описании под этим видео. А если мои ролики для вас полезны, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать свежие видеоролики. Всем удачи!